Добрый день, дорогие друзья и просто любители канала недвижимости, который ведет Юлия Ру Флорида и ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Это я. Спасибо, что вы нас смотрите. И, друзья, сегодня я хотела поблагодарить нашего подписчика Анастасию и ее семью, что они нам позволят посмотреть их новое приобретение. Я вас поздравляю, Настя, с приобретением, который мы закрыли буквально несколько дней назад. Настя, сначала коротко, до того, как я начну говорить по цифрам, хотела спросить у вас, а что вас привело во Флориду и почему вы выбрали Орландо изначально? У нас здесь живут родственники, поэтому сам Бог велел нам приехать сюда, начать здесь свой отрезок жизни новый. Теплый штат. Мой сын очень любит теплый климат, поэтому все пути привели во Флориду. Здорово, когда есть родственники, потому что это огромная помощь. Конечно, не всегда финансовая, моральная поддержка и помощь. Нас очень поддержали родственники. Это здорово. И вы приехали буквально год назад, насколько я знаю, потому что я вела вашу покупку. Поздравляю, это просто какие борцы, это семья, что они год назад приехали в Орландо, и сегодня они уже владельцы недвижимости в Орландо. И вы приехали, вы сначала снимали? Да, у нас до сих пор. До сих пор, вы в процессе переезда? Да, мы в процессе переезда сейчас, да, подготавливаем новое жилье, чтобы можно было уже переехать, перевести сына в другую школу. То есть процесс занимает время, да, у нас сейчас. Ну, опять-таки, приходим к тому моменту, почему именно Винтерпарк. Мы находимся сейчас в Винтерпарке. Это один из самых престижных городов Флориды, даже, может быть, сказать. Ну, один из, да, не самый, но один из. Ну, в Орландо, наверное, самый престижный город. В чем у нас была сложность найти здесь недвижимость, но почему именно Винтерпарк? Наш сын школьник, он через год переходит уже в High School. Для нас очень важно было иметь район, в котором есть хорошие школы. Ну, хороших школ здесь много в Орландо, но вот вы хотели именно Винтерпарк High School. Мы хотели Винтерпарк High School. Ну, да, пожелания клиента, это закон. Давайте, ребята, я быстро расскажу по нашей истории вообще. Да, ребята переехали год назад. Кстати, скоро к нам присоединится Дэвид, вы оставайтесь до конца, он вам расскажет про тип лона, который получили ребята, потому что это особенный лон, FHA. Я не могу вам рассказывать, я не лон офисер, да, я не брокер по ипотеке. И как раз Дэвид вам объяснит, что это за тип лона. Здесь у нас получалось 3,5% down payment. По этому тип лону можно такой процент низкий делать, да, 3,5%. Ребята квалифицировались на этот лон, на него еще нужно квалифицироваться. Это потом Юля может спрашивать у Дэвида эти вопросы, если тебе интересно, может быть, тебе тоже на будущее. Вот. И ситуация была у нас достаточно сложная, потому что у нас был очень-очень ограниченный бюджет для Винтерпарка. Город дорогущий, отличные все школы, очень близко к Даунтауну Орландо, буквально Винтерпарк, Даунтауну Орландо, это граница. И мы были, у нас был приопровал, ну, письмо, подтверждение от банка, что у ребят было, как бы, бюджет был только на 250, по-моему, у вас, да, изначально? Да, изначально, да. На 250 тысяч долларов. Кондо, квартира. Мы с вами ездили, искали, пересмотрели квартиры, которые здесь возможны. Вообще, Винтерпарк это город домов частных, в основном. И есть какие-то квартирные комплексы, мы по ним ездили, смотрели. Это только двухспальные квартиры, что мы могли найти. Дай бог, там был какой-то балкончик в этих квартирах. Ну, что-то как-то нам вот... Ну, были у нас какие-то квартиры, которые мы, ну, что уже, на безрыбие рак-рыба, да, вот из этой серии, как бы, были более-менее. Но, опять-таки, в Кондо очень высокая ассоциация ежемесячная, да, там было и 350, 400, и 420, да, за 400 долларов ежемесячно нужно было платить владея Кондо. На самом деле, вот эти 400 долларов в месяц, ну, как бы, это весомая цифра. И что случилось? Случилось чудо. Выходит, видим, мы вышел Таунхаус. Таунхаус это совершенно, ну, как бы, по-другому рассматривается и банками, и у них меньше ассоциации, фи. И я кидаюсь в ноги к Дэвиду и его команде, да, которая работала над вашим файлом. Я говорю, ребята, пожалуйста, вот вышел дороже по цене, но не очень низкий H-UA. Всего 90 долларов в месяц H-UA, они все это пересчитали, и из-за понижения вот этой ассоциации с 400 до 90, сразу поднимается их бюджет на покупку. И это было очень классно, но мы все еще не дотягивали немножко, потому что у нас не хватало каких-то средств на покрытие closing cost. И мы выбили 7,5 тысяч, нам покрыл этот closing cost продавец. То есть мы за счет продавца покрыли ту сумму, которой нам очень не хватало, 7,5 тысяч. Это была просто какая-то сделка, я не знаю, что ее вело, какая-то удача просто с самого начала. Наши пожелания, да, они воплотились в итоге в жизнь. И опять-таки это не конда, это таунхаус, и не два бедрум конда, а три спальни таунхаус, и еще и с двориком. Ну, ребята, просто вообще отлично. Конечно, здесь нужно будет сделать ремонт, но в нем можно жить прям сразу и постепенно делать ремонт. Кстати, таунхаус прошел отлично, инспекцию, там было одно замечание, которое продавец сразу починил, там кранчик один подтекал. Оценился банком этот таунхаус даже на 3 тысячи выше, чем мы его купили, так что все как-то вот гладко, как по маслу прошло. Давайте по цифрам быстро прибегусь, хорошо, вы не против, Анастасия, и потом вы нам покажете. Значит, три спальни, два санузла полных, купили мы за 286,500, но опять-таки нам еще наличкой вернули 7,5, чтобы мы покрыли свой closing cost. Здесь такая формула, ребята, если вы будете заинтересованы в покупке, обращайтесь, я вам это все расскажу. Значит, площадь у нас получается 1284 square feet, в переводе на метраж, около 120 квадратных метров, 92 доллара, я говорила 90, ну 92 доллара у нас в месяц ассоциация. Ассоциация, кстати, крыши все поменены, буквально год назад, по-моему, да? Год назад крыши поменены во всем комьюнити, здесь буквально пару недель назад все было поднято, это у нас город по всему комьюнити, это город, кстати, это очень классно, перекладывали все трубы, весь водопровод городской, и это было сделано за бюджет города, это не накладывалось на плечи владельцев и ассоциаций, что есть круто, они это все потом собрали, то есть здесь у нас проходит буквально по всему комьюнити новые трубы, вы еще можете видеть кое-что, вот там, construction, есть еще какой-то ремонт, они это просто делают постепенно, но достаточно быстро, комьюнити очень большой. Ну что, Анастасия, приглашайте нас, проходите, пожалуйста. Здесь у нас при входе, что получается, такая площадка, и даже есть вот такой маленький дворик. Здесь можно поставить столик, да, можно столик, приватное место такое. Чай попить, да. У вас хороший задний двор, чтобы чай попить. Задний двор хороший. Здесь можно красивую оранжерейку какую-то сделать, какие-то горшочки поставить, чтобы из окна кухни у вас огромная дверь, да, чтобы это было красиво смотрелось. Проходите, пожалуйста, к нам в дом. Приятно это говорить. Да, как это звучит, да. Не в апартаментах. Здесь у нас получается маленькая прихожая, что очень было важно для нас, наличие хоть небольшого уголка прихожей, да. Кстати, Анастасия, вы правы, что очень многие кондо, мы заходили сразу в гостиную, да, а здесь мы заходим, здесь есть коридор. Да, здесь есть коридор, здесь есть в коридоре шкафчик, в котором можно разместить какую-то одежду. Обувь очень важно разместить, чтобы она не стояла у дверей, вот вы проходите сразу, это тоже, да. Здесь, конечно, за углом еще есть один шкафчик. У вас очень много здесь сторич, кладовок, очень много. Мы это все покажем. Как я сказала, ремонтик здесь требуется, но он очень аккуратный, за ним ухаживали, это прям чувствуется. Стены вроде выкрашены. Да, здесь был сделан такой предпродажный ремонт, видно покрашено, положено новый ковролин, вот, ну, в будущем мы, конечно, все это будем перекрашивать. Ковролин мы, наверное, оставим. Потому что он новый, пока она временно, да. Полы стенки, у вас плиточка здесь. Пока, наверное, мы ее будем оставлять. Хорошая, единственное, что мы швы будем переделывать в светлые. Плитка хорошая, нет нигде сколов, вроде, как бы, вот, когда мы делали инспекцию, сколов не видно было. Кухня, кабинеты достаточно старенькие, но они функционируют, то есть вы можете всегда приехать на первое время, это достаточно. То есть они чистые, они функциональные, чистые, но, опять-таки, у Анастасии муж работает где? Муж работает на производстве кухонь. Да, так что сапожник с сапогами у нас. Да, и Юрий сам все может сделать. Сам сделает себе кастом-мейт кабинеты, он сделает очень красивую кухню. Я не знаю, даже, возможно, остров сделаете. Да, мы хотим убрать вот это вот окошко. Это будет очень классно, да. И будет, да, открытую зону, столешницу, и там, возможно, у нас будет как, ну, вот, барная стоечка с той стороны. Да, такой хороший остров, да, можно поставить. Вся бытовая техника функционирующая, в порядке, чистая. Вот такая у нас кухня. Хорошо, дальше проходим. Настя, приглашайте нас дальше. Вот про это. Мы очень долго возле этих дверей провели, много времени провели. Много времени, да, мы ходили. Все думали, для чего это было сделано. Выход есть, да. Но это закрытое такое пространство. Мини-садик. Здесь тоже очень можно красиво сделать, да, да, очень можно красиво оформить это. Может быть, поставил фонтанчик. Ребята, фонтанчик, да? А, да, точно. Смотрите, ребята, все, конечно, спрашивают, из чего это сделано. Вот эти вот панели, они кажутся деревом, но это не дерево, это цемент. То есть это блок и цемент. Вот, это очень здорово, потому что ничто не будет подгнивать там со временем. Кстати, время постройки это 1979 год, и они до сих пор в хорошем состоянии. Да, это цементные такие планки. Здесь у нас living room. Гостиная, да, у нас. Посмотри, какая хорошего размера гостиная. Размера, светлая очень. Вот здесь столовая, вы стол здесь делаете, да? Ну, мы, да, мы не хотим здесь делать столовую еще одну, потому что там есть место, где разместить стол. А здесь, может быть, лучше сделать остров побольше, и можно было с этой стороны сидеть, да? Да, да, как барную стоечку, и будет достаточно. Шикарное, да, шикарное решение. Все правильно. Посмотрите, как светло, посмотрите, сколько вообще даже дверей. Я, как бы, даже не про окна говорю, здесь одни двери. Это очень привлекло нас сразу практически со входом, что здесь очень светло. И сегодня у нас погода не солнечная. Да, сегодня не солнечная, а как светло. Правая насть. Так, я хотела бы еще акцентировать. Вот это, мне кажется, тоже будто бы новая. Вот эта дверь новая, да, мы это тоже обратили внимание, остальные не поменены. Но они хорошо вроде двигаются, да? Они в хорошем состоянии, да. Они в хорошем состоянии. Понятно. Здесь, причем, стеклопакет двойной. Да. Хорошая дверь. Ну, пройдем в спальню. Да, в мастер бедру. Святая святых. Ковролин новый, да. Ковролин новый. Поэтому ребята решили, да, пока не трогать его. Да, мы пока не будем трогать, мы сделаем чистку. И все. Хорошего размера. Хорошего размера. Здесь спокойно встанет кинг и тумбочки. Здесь у нас получается шкаф. Он небольшой. Ну, как он называется? Волки. Волки, да. Можно зайти. Можно войти и выйти. Можно зайти, да. Ну, в принципе, достаточно для двоих. Так. А вот это что такое? Здесь у нас еще столик косметический. Или компьютерный. Или компьютерный, да. Вы его будете оставлять? Мы, наверное, сделаем здесь большую гардеробную. А, вот это вот тоже будет гардеробная часть. Да, я думаю, что это интересное решение. Это когда точно побольше будет. Дополнительное место. Отлично. Хорошо. Так далее. Там что у нас? Санузел наш. Санузел. Так. Здесь душевая. Душевая. Здесь у нас ниша под стиральную и сушильную машину. Они не входили в цену продажи. Ребята будут покупать. Сейчас я, кстати, очень часто замечаю, дома без них продаются. Здесь у нас одна из комнат. Она немножко темная. И это та комната, вы мне говорили, которую выбрал ваш сын, да? Он уже поменял своё решение. Уже, да? Да. Он хочет мастер? Он, конечно, хочет мастер, но... Но обойдётся. Но обойдётся. Ой. Получается, из этой комнаты вы сделаете офис, да? Я думаю, что да, это будет. И сыну здесь можно будет поставить стол, чтобы не занимать место в спальне. Учиться. И я также занимаюсь английским. Мне нужно какое-то пространство. Отлично. Отлично. Тут шкафчик. Шкафчик. И вот здесь вот такое окошко. Почему-то сильнее, потому что вот это такой внутренний маленький дворик. Далее. Дальше. Здесь у нас получается кондиционер. Кондиционер, окей. И вот нагреватель. И нагреватель, да. С этой стороны у нас дополнительное место. О, хорошо. Гардеробная. Гардеробная, да. И тут у нас третья спальня. Вот где будет сын. Где будет сын, да. Вот это уже очень светлое. Вот это посветлее, я бы тоже эту. Вот она для офиса лучше подходит. Тоже есть у нас тут шкаф. Ага, гардеробная. Достаточно хорошего размера. Поменим ковролин. Да, поменим ковролин. Такой же, как и в остальных спальнях. Что тоже радует. Так. И к этим комнатам дополнительный санузел. А, а здесь уже ванная. Да, здесь ванная, мастер спальня душевая. Анастасия, вы прям рождены туры делать по домам. Ты соединяйтесь к нам. Может быть, когда-нибудь я буду риэнтером в штате Флорида. Давайте пройдем в изюминку тоже этого дома. Это задний двор. Здесь у нас кладовочка. О, хорошая? Да. Большая? Все, по месяцу. Ящерка выбежала. Выбежала ящерком. Так, хорошо, посмотрели. Так, здесь есть место от дождя. Да, небольшой навесик. Навесик, да. Это летний двор. Кстати, я видела же, здесь есть... Вы можете, в принципе, сделать сетку. Да. Или навес, да? Да. Вообще закрыть. Но я бы, наверное, не закрывала, потому что все-таки солнце. Если только сеткой, но... Посмотрите на размер этого дворика, что у Кондо бы не было. Я даже, честно говоря, иногда дома вижу с меньшим двориком. Бывают дома строят буквально там на zero lot size, да? То есть вообще нет у них никакого лота. А здесь, посмотрите, какой шикарный двор. Его можно тоже обыграть очень красиво, да? Можно или брусчатку сделать, или плитку сделать. Да, здесь немножко. Он идёт вот так немножко под наклоном. Да, под наклоном, да. Будет очень хороший двор. Вот сарайчик нам наследство достался. Хороший, кстати. Да. Денег стоит. Да, это было просто бесплатно. Для мужа это было очень приятное дополнение. Конечно, конечно. У него здесь инструменты будут храниться. Здесь очень уютно можно сделать вообще. Я прям вижу, если всё здесь заставить, мебелью. Лежаки у нас есть на бассейне. Будем лежать там. Да, здесь, кстати, бассейн. Два бассейна. Мы их тоже снимем для вас. Что ещё в комьюнити у вас есть, кроме двух бассейнов? Детские площадки. Детская площадка. По-моему, теннисный корт есть. И какие-то две игры интересные. Мы такие ещё не видели. Возможно, бачебол или что-то. Это похоже на русские классики. Ну, я не знаю, как это выбирать. Понятно. Ну, в общем, в комьюнити есть очень хорошие удобства, включая два бассейна. Ну, и остальные удобства. Мы это всё снимем, прилетим на нашем дроне. А сейчас мы слышим. Заходит Дэвид. О, и не один, и не один. Давайте поздороваемся. Али. Всем привет. Привет. Вместе приехали. Привет, Аликс. Привет. Юля, поздравляем вас. Вот, можно представить. Спасибо. Юрий, вам спасибо. Вот это Юрий, это глава семьи. Очень приятно. А дом Аликса мы, кстати, снимали. Юля, ты можешь ссылочку поставить. Оксана, его жена. Тоже мы снимали дом Аликса. В общем, у нас тут такой родственный процесс. Общество наше растёт. Да. Ребята работают. Не будем отвлекать. По крайней мере, вот. Идёт подготовка к нашему переезду. Да, 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 да. Вот, Дэвид. Всё спонтанно. Дэвид, всё спонтанно. У нас, честно говоря, вообще нет каких-то сценариев. Вот, у нас всё идёт спонтанно и от души. Вот как раз ребята сейчас привезли, купили стиральную и сушильную машину, устанавливают. Очень хорошие, дорогие машины. О, да. Красивые. Друзья, как я вам и обещала, к нам присоединился Дэвид. И помните, я упомянула такой тип ипотеки, который называется FHA. Вот у нас профессионал и расскажет по цифрам. Спасибо, Надя. Спасибо, Юля. Всем привет. Не часто Надя разрешает меня на видео, но сегодня буду с вами. И да, несколько тем. Первая тема, извиняюсь, хочу рекламу делать, конечно. Может быть, зрители в курсе, но в прошлом году я начал, скажем, большую часть времени заниматься финансированием недвижимости. Не покупка-продажа, это Надя и Денис и наши партнёры занимаются. Но я решил финансирование. И я решил, скажем, объединить с компанией, с группой называется Pioneer Mortgage Funding. Они очень хорошие. Да, Надя, наверное, несколько раз рекламировала. Юля Жгулёва, наша, скажем, директор. Но эту сделку я начал делать с Анастасией и с мужем. Но у меня были другие командировки, и я решил передать процесс к Юле. И это, на мой взгляд, большой плюс Pioneer Mortgage и любая компания. Когда есть команда, когда есть люди, которые могут поддерживать процесс, это, конечно, полезно. И, если не ошибаюсь, Надя, вот эта сделка была гладкая. Именно потому, что у Pioneer Mortgage Funding у нас много русскоговорящих ресурсов. Наталья Петричук, разные люди помогли. Да? Да. Я хочу сказать, что изначально, естественно, да, Дэвид квалифицировал вместе с твоим, с вашим помощником, я не знаю, ассистент, да, Энтони. Энтони, да. И ребята были молодцы в том, что мы вовремя, когда мы увидели этот Танхаус, который я поняла, что у ребят бюджет невозможен на такую цену, да, но я поняла, что можно попробовать, потому что низкая HOA, я сразу обращаюсь к Энтони, я говорю, пожалуйста, он всегда на связи, он мне пересчитывает и говорит, Надя, вы можете это позволить, только если вы такую-то сумму выбьете от продавца. Да, то есть у нас шел буквально очень плотный обмен информацией, вопрос, и нужно было быстро решать, потому что Танхаусы здесь уходят очень быстро. Да. У нас не было времени. И, конечно, у вас выбор работать, скажем, с одним экспертом или команда, но, конечно, Эгерстин Флорида тоже команда, но я работаю с Pioneer Mortgage Funding, и мы очень хорошая команда, готовы помогать. Я хотела тоже поблагодарить Юлию Жгулеву и Наталью Петручук, они просто умницы девочки, и Сьюзан, процессор всего этого лона, потому что хорошо, когда над ипотекой работает, действительно, как Дэвид говорит, команда, один занимается одним вопросом, другой другим, и что мне больше всего понравилось, Юля создала групп-чат, групповое сообщение, туда была включена я как агент, я была в курсе всего, что происходит с их ипотекой, там был процессор, там были все, и вот, например, если я что-то вовремя поймала, например, была история, когда нужно было перевести пять документов с русского на английский, и это надо было сделать срочно. Всех, кого находили девочки, занимало там 3-4 дня, например. У нас, слава богу, в Орландо есть замечательная Дженниф, которая нам сделала это меньше, чем за 24 часа, даже, по-моему, вот за 12 часов она это сделала, перевела, то есть, но я это поймала до того, как мы в какой-то, ну, трабл были. Да, и, конечно, лучше всего, когда есть две команды, Эггер, Стим Флорда и Pioneer Mortgage Funding, и они объединяются с семьей, муж и жена, мы с Надей начинаем делать сделки вместе, и, действительно, с точки зрения коммуникации между Mortgage Broker и Realtor, это очень важно, и мы, не знаю, к сожалению или к счастью, в одном доме сидим, и коммуникация быстрее все и лучше. Ну, расскажи нам, пожалуйста, по конкретной ипотеке, что это за вид, и можно не очень долго. Причина, почему я перенес к Юле Жгулеву, я пока не занимался FHA ипотекой, ну, шаг назад, есть вообще три вида Mortgage и ипотека, есть Primary дом, когда вы будете там жить, есть второй дом, если вы богатее и хотите в другом штате, и есть Investment Property, инвестиция, но мы поняли, Анастасия и Юрий хотели Primary дом, но внутри Primary есть разные виды Mortgage, и самые, не знаю, выгодные низкие проценты, это государственная программа, называется FHA, Federal Housing Association. На русском, наверное, Федеральная ассоциация, не знаю, жилых домов, но они делают скидки на проценты, и очень важный момент, меньше предоплатия. И мы чуть поняли, ну, конечно, всем это хорошо, когда экономить деньги и иметь больше, например, для ассоциация мужчины, которые сегодня делаются у них. Как раз приехали. Да. Но мы выбрали программу FHA, и Юлия, моя коллега, делает такие очень часто, особенно с иностранцами. С иммигрантами, да. Да, большой нюанс. Анастасия и Юлия, они год назад, по-моему, переехали сюда, и у них Asylum Status, это тоже чуть сложнее с банками. Но Юлия умничка, всё решила, всё сделала, они получили одобрение от банка, и всё шло хорошо. Я очень хотела бы поблагодарить Анастасию за то, что она делала всё настолько вовремя, вот её попросили какой-то документ сделать, да, попросили какой-то, она всегда была впереди паровоза, потому что бывают случаи, когда люди заняты, семьи, работа, забывают, какой-то e-mail не причитали, что-то пропустили, а в этом процессе очень важно быть untap of everything, да, то есть, да, Анастасия, как раз и Юлия, они были вот теми молодцами. Государственные программы, они глубже проверяют всё, и это чуть-чуть больше документов и внимания, и они, да, молодцы. Вы, кстати, пока про цифры, сколько стоило домов? Это я всё рассказала, да. Я думаю, что неправильно все детали лишние, но грубо скажу, что Надя сказала, цена дома 286 500, и вот эта программа можно down payment или предоплате только 3,5%, это грубо 10 тысяч, но я тоже рекламирую Наде, я понял, что она торговала, чтобы они получили на closing 7,5 тысяч от продавца. Ты объяснила это? Я объясняла это. Хорошо. Это, конечно, помогает, потому что их финансовая картина, грубо, 10 тысяч предоплатия, closing costs, вот этот налоги, страховка, надо платить что-то, когда closing... Дополнительно, затраты на закрытие. В случае, я понял, где-то 7 тысяч был, 6-7, значит, вполне, скажем, 16,5, и Надя получила скидка 7,5, они только 9 тысяч пришли на closing, не знаю, личной информации или нет, Настя, Надеюсь. Нет, ну это совершенно нормально, рабочая, как бы, информация. Ну это, да, важно, это, извиняюсь, почти минимальные цифры, когда вы хотите покупать дом, конечно, Надя имеет какой-то savings, ресурсы, чтобы... Какой-то бюджет, но с ним можно играть. Да, мы очень рады, мы гордимся, Надя, особенно, что мы могли найти вот эту сложную сделку, новые иммигранты, и у них отличный дом. Я считаю, что это очень отличное приобретение, у меня прям, ну, душа радуется, я не могу передать как, потому что это что-то такое, за что я очень переживала. Да. Я не очень сильно надеялась изначально, но вот как-то все, как-то звезды сложились так, что вот семья получила вместо двухбедровного конда, которые там, ну, окей, вот такой хороший там файл. Может быть, у меня еще в голове пункт. Вот эта государственная программа не все продавцы любят, потому что действительно чуть сложнее, дольше, но сейчас рынок, на мой взгляд, Надя, эксперт, более балансированный, и, ну, год назад, два года назад, когда пик сумасшедшеств... FHA не принимали практически. Не принимали. Сейчас начинают принимать продавцы, и рынок больше, спроса тоже ответ хороший, но когда баланс есть, мы можем торговаться и получить FHA loan, значит, если вы хотите проверить, если входите в программу, через Надю, через меня, через Юля, мы, конечно, очень ради помогать. Обращайтесь, ребята. А у меня последний вопросик, и если это не секрет. Конечно, да. А на сколько вообще это? На 30 лет обычно, да, программа? Да, срок 30 лет. Это типичная ипотека, просто государственно помогает, мы макаем. Да, государственно помогает, да, компенсация. А сколько в месяц нужно будет платить? Ей? Хороший вопрос, можно спросить, Анастасия? Сейчас дайте ребята отъедут, вот, кстати, фирма, на которую работает Юрий, ну, как бы, это фирма его брата Алекса, вот, пожалуйста, вот, LLC, это кухонные кабинеты, очень хорошие, хорошее качество у них, и, Анастасия, у нас к вам есть, пару вопросов. Я не занимался до конца, а Юля дает хороший вопрос. Можете к Дэвиду поближе. Помните, да, каждый месяц, но ваш срок 30 лет, да, ипотека? Каждый месяц будет сколько от вас? У меня просто цифры нет. 2200, кажется, 70 долларов. Спасибо. А сколько, интересный вопрос, сколько вы сейчас платите за апартамент, 2, 2 спальни у вас? Да, у нас 2 бедрома, 2050 долларов. А вот в сумму вашей ипотеки входит эскро тоже, входит налог и страховка. Да, ну, конечно, это хорошая инвестиция, чем аренда. Тем более, со следующего года нам бы аренду все равно подняли. Поднимается аренда сейчас, кстати, поднимается, это мы замечаем, особенно в комплексах апартамента, где-то долларов на 200-двушки поднимаются, ну, зависимо от района. Так что та же самая сумма вы будете платить за свое жилье. И это классно. Может быть, хороший конец видео. Спасибо, Юлия, спасибо, Анастасия. Спасибо, друзья, что вы с нами. Надеюсь, это такой тип обзора, который вам понравился. Я очень благодарна Анастасии. Очень многие стесняются быть на камере. Звезда наша. Вы тоже стеснялись, но вы наша звездочка стала. Очень скромная, вообще красивая, скромная семья. Я очень за вас рада. И живите счастливо в этом доме. А мы сделаем обзор этого дома после ремонта. Так что ждите. Пока. Настя, и есть такие два факта, которыми я хотела бы, чтобы вы поделились. Это даты, связанные с этим домом. Можете сказать, пожалуйста, что это за даты? И это очень интересно. Да. Это тоже мистика какая-то. Мы подали один единственный оффер на покупку дома. И мы его подали в годовщину нашего приезда в Америку. В день? В день. В день, когда вы приехали в Америку? Да, когда мы пересекли границу США. Вау. Вот. Это, да, звезды помогли вам. Да. И второй факт. И вторая дата. Это закрытие сделки. Закрытие сделки у нас состоялось 29 февраля. В высокосный год, в единственный день, добавленный в этом году. Вот так. Представляете? Да. Как сложились звезды у нас. Мистика. Мистика. Хорошая, в хорошем плане. Да, волшебство. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова можно эту комнату снять кухня детские дни рождения, он небольшой, но приятный и бассейн сделать такую вечеринку для детей и как раз что-то здесь приготовить кстати, вот этот дядечка, которого мы встретили, он сосед наших ребят и он президент асоциации мы этого не знали, он нам только что сказал ну и ну Субтитры сделал DimaTorzok